Возьму тебя под свое крыло. Я стану твоим тренером. Просто будем так стоять и смотреть? Пойдем. Постоим, да? Постоим. К концу новогодних вот этих вот праздников уже настраиваемся на какой-то продуктивный ЗОЖ. Да, настраиваемся. Не просто настраиваемся. Обычно мы бы уже вползали. Но в этом году как-то, мне кажется, мы еще задержались в праздничном состоянии и настроении. А почему так получилось? Как ты считаешь? Какую камеру с тобой? Ну серьезно. Возможно, потому, что подготовка к празднованию 24-го нового года у меня случилась очень стремительной. То есть вот эта середина декабря, она как-то пронеслась, правда. Мне кажется, с одной стороны, я успела много чего, а с другой стороны, это все было на дикой скорости. Ну просто на дикой. Пронеслась, как птица тройка. И поэтому сами уже какие-то дни, начиная со 2-го января, какое-то такое умиротворение. Какой-то Новый год, в общем. И хочется именно это умиротворение все-таки еще подлить. Подлить, подлить. А потом? Подлить. Комедик-класс. Продлить. Подлить. Подлить, хорошее, хорошее слово русское. У меня, например, с середины января начинается очень такой интенсивный, слава богу, репетиционный. Буквально с завтрашнего дня. Буквально с завтрашнего дня, рабочий период. Поэтому вот как-то приятно, что вообще это так здорово, что у нас есть старый Новый год. Я вот абсолютно искренне говорю, это так прекрасно, потому что вот это есть еще чуть-чуть ожидания какого-то чуть-чуть еще праздника. Но и более того, вот моя бабуля всегда говорила, что именно желание вот эти бумажечки, которые сжигаются, загаданные под старый Новый год, вот они точно сбываются. Ух ты. Да? Ну надо писать бумажечки. Ну все еще сделай, да. С наступающим Старым Новым годом. Вполне себе своевременный, мне кажется, потому что уже вот закругляемся. Зимники, праздники. Пытаемся закруглиться. Пытаемся. Пытаемся. Очень пытаемся. Очень честно пытаемся. Но с удовольствием пытаемся закруглиться с празднованием всех этих наших старых, новых и разных других годов. Андрей Сергеевич мне недавно рассказал такую, мне кажется, это очень, про традиции выпивки и закуски на русском столе. Значит, у царя был водочный стол. Перед каждой трапезой там стояли всякие наливки, настойки, разные, ну водка тогда называлась как бы столовое вино, да, вот они разные. По царям и про дом Романовых сейчас. Да, ну как бы у Николая II, это вот как раз начало XX века. Там были, значит, разного калибра рюмочки, которые какие-то ликерные, какие-то именно для водки. И закуски. Вот эти все эти самые маринованные какие-то огурчики соленые. Вот это все, это как бы то, что в Европе называется аперитив. То, что должно разжечь аппетит. Вот это как бы вот это немножко крепкого алкоголя с вот такой острой закуской. Вот Надюшка, например, которая наводит красоту обычно, во все дни праздничные и рабочие, ее мама Вера, Вера, пламенный привет, прямо от всего сердца, уже многие годы передает нам вот эти вот по особому рецепту соленые огурчики. Вот эти соленые огурчики, это же чудо какое-то на начало, правда, трапезы. Мы дома квасим капусту. Более того, во-первых, мы ее квасим, добавляя туда пробиотики. И это не только вкусно, но невероятно полезно. Невероятно полезно. Я люблю капусту, мелко-мелко, морковку, мелко-мелко, натираю туда имбирь. Все это отжимаю. Добавляю соль. Здесь добавлен яблочный сок. Яблочный сок нужен. Вообще сладость нужна для брожения, для усиления брожения. Именно натурального брожения. Яблочный сок – гениальная альтернатива. Можно в воде развести немного меда, поставить это и добавить туда пробиотики. Вообще, какие хотите, которые у вас там, ну, реально в аптеке вы можете купить. Я добавляю бифидобактерии, не лактобактерии, абифидобактерии. Все всыпаешь туда два дня и по 50-70-100 миллилитров можно хоть три раза в день до еды выпивать. Нет, капуста стоит на балконе, там где у тебя капуста стоит в холодильнике. У нее не стоит нигде капуста, а у вас где стоит. Вот, собственно говоря, сейчас это такая фишка. Я все время в поиске, но так до сих пор у меня нет какого-то одного источника грибной радости. Нет одного вот какого-то поставщика маринованных, соленых, каких-нибудь груздей. Хотя время от времени мы как-то... Иногда. Ну это как-то вот этот как пальцем в небо. Да, спорадически. Нету закономерностей почему-то. Сухие белые, мне кажется, проще найти, чем вот какие-то соленые, маринованные или даже замороженные. Хотя мы очень, мы с Юлей очень любим вот эти грибочки и грибные соусы, и начинки в пирожках грибные, и какая-нибудь, может быть, птица припущенная с грибами, а сморчки, чудо. А лисички. А лисички. А брускеты с лисичками. А салаты эти теплые. То есть для нас это прям вещь. Ну, грузди. Да. То ли я фанат груздей. То ли какого-то не знала. То ли грузди мой фанат. Ну и еще, что касается, мне кажется, вот этого уже советского стола такого праздничного. Оливье. Ну вот мы каждый год его с удовольствием готовим, мы едим. И на Новый год, и на Старый Новый год. Горошек я бланширую. Я варю и добавляю немножко сахара и соли. И потом 3 минутки в кипятке кипящем под ледяную воду, чтобы он сохранил этот зеленый цвет. Это вот вообще считаю на глаз. Вот морковки, правда, совсем чуть-чуть. Яйца можно, мне кажется, побольше. Маринованный белый лук. Ну, буквально там, 2 столовые ложки. Копченая вот у меня грудка, куриная. Ну, картофель, понятное дело, немного. Яблоко, но не натертое, а мелко рубленое, так же, как и все, залитое немножко лимонным соком. Еще один маленький секрет. Два вида огурцов. Свежие и соленые. Не маринованные, а именно соленые. В этом году фантастически было Оливье просто, просто, просто снос. Там еще был секрет, но мы об этом поговорим как-нибудь потом. О секретах Оливье. Давайте сделаем отдельный разговор о секретах Оливье. Я только начну. Берешь снизу. Вот это да! Вот это ты сделал Оливье, Андрей Сергеевич. Да, я ничего не сделал. Я просто делаю вид и смешиваю. Но это надо же было все придумать. Все, я не хочу. Чуть ли не 80% населения считают, что без Оливье не может быть новогоднего стола. То есть это какой-то колоссальный процент людей, которые считают Оливье главным блюдом Нового года. Вот у меня в детстве так не было, вот честно. Вот честно. Утка с яблоками, да, наверное. Ну там и как-то каждый Новый год, мне кажется, мама искала какой-то новый рецепт. Чернослив, фаршированный орехами грецкими и сверху там, например, в сметане. Или там вот эта куриная печенка либо рулетом внутри яйцо вот как-то так нарезается. или, ну в общем, как-то мама все время что-то, пирог с капустой, не пирожки, а то пирог с кислой капустой на таком песочном тесте. Такой, знаешь, почти как тырин, но только круглый. Ну то есть это вот дно, потом начинка и крышка с этим вот таким разрезом, чтобы пар выходил. То есть мама все время каждый год что-то искала. Оливье могло быть, могло не быть. Ну а в массе своей, мне кажется, люди традиционные и они хотят гарантированного вот этого удовольствия. Консервативный еще. Люди как дети. Это правда. Дети же очень консервативны в своих вкусовых пристрастиях. Да, чуть-чуть что-то изменишь в рецепте, положишь яблочко. Даже все. Магия пропала. Скажи мне, а вот все-таки южная же кухня, ну она действительно отличается, явно отличается традиция, потому что вот когда мы говорим про Оливье и консервативный, но на самом деле во многом из консервов, там колбасы и прочих его делали. Ты абсолютно прав. Я думаю, что у меня нет, не было до того, как я вышла замуж, такой привязки к Оливье, потому что наша кухня это южная кухня и там Оливье не обязателен, потому что нет таких морозов, холодов и такой потребности в калорийности в том числе. Да, это очень калорийно. А еще у нас не модно было майонез. Тоже калорийно. У нас не было модно, то есть он мог быть, мог не быть и чаще всего, если это был майонез, то скорее всего это, например, какая-то рыбная консерва с желтком, с майонезом перетиралась и яйцо фаршировалось. Ну, это если какой-то хозяйке хотелось заморочиться, сделать такие канапе. Вот эти вот половинка фаршированных яиц. Что касается майонеза, чайная ложка горчицы, дижонской, сразу же доливаем уксус. Чуть-чуть солим. Мы добавляем масло. И все, погнали. Вот тут мы добавляем немножко сока лимона и потом в конце холодная кипяченая вода. А еще, знаете, что помню, я в детстве, вот сейчас я знаю, сколько людей, живущих на большинстве, на вот этих 80% территории нашей страны, скажут, что я выгребала зеленый горошек из оливье. Всегда. Прям вилкой вот так вот я его откидывала. Все-таки было какие-то отличия в Азербайджане и там, в Грузии, в традиции в Новый год? Ну, в Грузии всегда был поросенок. Мне кажется, на все молочные поросенок, на все праздники, не только Новый год, но в принципе, это как бы вот это гвоздь. Да, всегда. Программа застолья. Мэгги всегда готовит. Да, да, да. Ну, а дальше, если честно, я в основном, например, в Тбилиси общалась с русскими, выросшими в Тбилиси. И это все-таки все равно какая-то уже аберрация культурологическая. И в том числе гастрономическая. То есть люди каким-то образом ностальгируют по каким-то своим корням. Например, в Баку у меня лучшая подушка была молоканка. Молоканьи – это староверы, которые еще при царе Горохе бежали из России. Ну, вот как раз староверы, которых наказывали за то, что они там не так крестятся и так далее. То есть тут какие-то религиозные небольшие отклонения от принятой, да, какой-то конфессии. Не, 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 каждый. И вот там люди готовили какие-то вот эти древние рецепты, что-то такое. Вот у меня такие были. Азербайджанцы, как правило, это всегда плов. И Новый год все равно это был советский праздник. Потому что Новый Русс, это вот Новый год той культуры, и там свои, там вот эти вот какие-то особенные пирожки со сладкой начинкой, пахлава обязательно. Все другое. Все другое. Красный икра, если удается найти. Кто пришел? Дед Мороз! Скажи, а какой вот самый запоминающийся Новый год у тебя был? Запоминающийся старый Новый год, как раз, когда я с бабулей писала бумажки. Я загадала себе тогда немецкую куклу, и я получила немецкую куклу. Но ты знала, что ты ее получила? Не знала? Нет, Деда Мороза я знала, конечно, мама привезла. Это было загаданное желание. Мама в этот момент ехала из города Киров через Москву, туда, в Новочеркасск, и она мне привезла немецкую куклу. Работает? 100% работает. Абсолютно работает. Ну, наверное, все-таки Новый год один из самых запоминающихся был, например, мы с Андреем Сергеевичем однажды Новый год встречали на Маврикии. Это был 2003 год. Это было очень-очень весело, потому что вокруг были в основном англичане, французы, итальянцы, и для них Новый год это как бы уже непонятно что, какая-то вечеринка. Что здесь веселого? Потому что нам было очень весело. Нам действительно вдвоем, то есть Андрей Сергеевич даже заказал себе сигару, закурил около бара сигару. Я решила искупаться в океане. У меня был такой сарафан с жакетиком. Этот жакетик я бросила на лежак, жакетик был утерян. К сожалению, его никто никогда не вернул. Хорошенький был жакетик. Но и потом, когда мы поняли, что это как бы праздника нет, мы пошли в номер. И Андрей Сергеевич заказал всю еду еще раз в номер. И ели мы часов до пяти утра. Нет, это правда было. Это как-то так вспоминается очень весело. Ну, конечно, давно было, конечно. Ну, что-то это атипичное, потому что, ну, в хорошем смысле. Да, да, да. Не похоже, да, не похоже на то, что мы сломали, мы сломали вот ту общую атмосферу. А еще однажды мы с Андреем Сергеевичем Новый год встретили на дороге, снежной, мы катались на лыжах и решили вдвоем, тоже вот такие же сидели рядом какие-то иностранные пенсионеры, и мы взяли бутылку шампанского без бокалов и пошли просто из вот этой деревни, где был отель, в городок ближайший. И когда-то услышали там какие-то салюты, поняли, что наступил Новый год, вскрыли бутылку шампанского и вот так вот выпивали прямо с бутылки. А еще однажды был Новый год точно так же на гондоле в Венеции. Почему-то пенсионеры меня преследуют. Я ничего не... В том смысле, что... Это, кстати, состояние духа, это не возраст. Что люди такие размеренные, в таком как бы умиротворенном состоянии, и для них праздник это нечто другое, чем для нас. Это не вот эти крики, ну вот это вот какое-то не бенгальские огни, короче. И мы точно так же посидели как-то начало ужина новогоднего в каком-то венецианском отеле, потом рванули, и мы нашли гондольера, который с нами встретил Новый год вот так вот в гондоле. Нашли родственную душу. Или бедный что-то у него, что уже навык дал, я не знаю. Но в общем, это было здорово, да. Так что... Надо праздновать Новый год обязательно. Все много праздновать. Все много. Пока силы есть. А теперь, Юлечка, какой у тебя был самый необычный Новый год? Самый необычный Новый год у меня был, когда я, будучи студенткой, решила устроить... Так получилось, что родители... У них была новая квартира, в которой еще не был закончен ремонт. Там все было так еще совсем... Ну, совсем такая строительная площадочка. Но это была свободная квартира. Я решила организовать Новый год сама. и позвала подружек своих. Не много было людей, но кто-то привел одного какого-то приятеля, какого-то ухажера, я могу вспомнить. И всю дорогу... Нам было очень весело. Мы жили в Бентальские огни. Это было такое студенческое, какие-то табуретки, там что-то, что Бог послал там. Ну, безденежие и все такое. А он сидел всю дорогу в углу и говорил, а что, горячего не будет? Ну, а без горячего, что ли? Ну, а как же без горячего? Да, вот такой, да, у меня был Новый год. Поняла, что с занудами не помутит. Только хотела сказать, не надо занудничать до Нового года. Ешьте, что дает. И радуйтесь. И радуйтесь. А главное, вот именно, и чем меньше съешь, тем легче. И в Старый Новый год тоже. Потому что... Да и вообще. Нет, ну вот эти вот наши чрезмерные чревоугодия, чрезмерные чрез-чрез... Ну, все, это все в прошлом уже. Это все, все. Все это мы оставляем сейчас позади. Да, и... Работа. Да, впереди работа. Ну, работа всегда, слава богу, господи. Это пусть будет работы побольше, но праздники все-таки они не про то, чтобы поесть. Вот, это важно. Поесть вкусно, это хорошо. Но это не должно быть главным событием праздника. Главное событие праздника это смех, танцы, музыка, родные люди рядом. Вот. И с этим не поспоришь. И с этим не поспоришь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова